Он сразу подскочил и говорит, что ты знаешь, сколько это стоит. Или за их счет, или за малую цену. Не осталось нерешенных вопросов. Всякого рода инсинуаций, особенно со стороны российских чиновников. Наверное, им не очень приятен был результат наших переговоров с Путиным. Потому что каждый видел там свои интересы, каждый хотел вот так, а получилось немножко не так, как они хотели. Я не скажу, что нам удалось добиться тех результатов и прийти к той цели, которую мы изначально для себя обозначили. Мы действительно с Владимиром Владимировичем решили проблемы и по вопросам нефтегазового комплекса. Не буду повторяться. Мы договорились о том, что... Долго обсуждали проблему аграрную, но договорились о том, что она у нас в повестке дня Высшего государственного совета. Также и как вопрос о промышленной политике. И мы в ближайшее время согласуем сроки и примем решение по этим вопросам и другим уже на заседании Высшего государственного совета. Это был некий компромисс, но для нас очень выгодный. Ну, в чем проблема была этого спора? Я еще почему останавливаюсь на этом вопросе? Потому что до этого она приобрела некое общественное звучание, особенно в элите нашего государства, среди вас, государственных служащих и так далее. А вот мы с Россией не можем договориться, это какая-то настороженность. И это естественно, я это понимал. Мы еще не стали в своем сознании настолько самостоятельными и независимыми, чтобы так это твердо держаться и где-то думать, но даже публично отмахиваться от каких-то проблем. Да, мы действительно очень в хороших отношениях с Россией. Русский человек ничем от нас не отличается. Мы всегда будем с уважением к нему относиться. Поэтому тут не может быть никаких других мнений. Но у нас есть своя страна, у нас есть свой народ и мы должны заботиться о нормальном функционировании нашего государства. А это вопрос независимости. Вопрос откуда возник? Я уже говорил об этом. Цена газа природного не котируется же на международных рынках, как допустим нефть также. И природный газ по цене своей всегда привязывался к нефти. Падает цена на нефть, падает цена на природный газ. И если по той формуле, по которой мы работали с россиянами, то мы должны платить где-то были 95, ну до 100 долларов, к примеру, за 1000 кубометров газа. Ну они посмотрели, посмотрели по сторонам, ну как за 1000 кубов, там 100 долларов. 130, которые мы платим сейчас, там с копейками, это и так такой цены в мире нет. Это действительно правда. Но правда ведь и в том, что мы в союзном государстве, у нас один рынок, и мы должны иметь равные условия для людей, для субъектов хозяйствования. Как могут теплицы наши, получая по 170 долларов, 150 долларов природный газ, тепло для теплиц НАТО, конкурировать с их теплицами, которые за 60 или 40 долларов живут. Или, допустим, энергетика наша, мы получаем там по 170 долларов природный газ для выработки электроэнергии. Они получают там где-то, я сказал Путину, 40, он сейчас, не 40, 60. Я говорю, хорошо, 60, но не 170. И так далее. То есть равные условия должны быть. Если я ему говорю, вы не готовы на таких условиях работать, ну вы скажите. Вы скажите, я же говорю, не могу тебя заставить продать мне во имя твоего желания твой товар. Я уже буду думать, как потом выходить из этого положения. Нет, мы не хотим, чтобы было в Беларуси хуже. Вы единственный наш союзник, мы это видим. Вы наши люди там, ну и так далее. Я говорю, тогда давай решать. Мы хотели бы, просьба, мы хотели бы, чтобы мы контракт, который в этом году с Газпромом заканчивается, закончили его, как он есть. Вот 130 долларов, к примеру, есть, чтобы до конца года 130 долларов было. Я говорю, ну такой цены нет, исходя из нашей... Я говорю, понимаю. Давайте договоримся о компенсации вот этой цены, которую мы хотим, и они хотят. Возьмем вот эту 30 долларов, откуда их взять? Он говорит, мы готовы вам за счет реэкспорта нефти дать вам 6 миллионов каждый год вот в этом следующем и там 19-м году, пока мы не модернизируем предприятие нефтепереработки окончательно, дать по 6 миллионов тонн нефти, вы реэкспортируйте, а размер таможенной пошлины какой он будет, размер, забирайте себе. Правительству поручил, вы посчитайте, нам это выгодно или нет? Да, это выгодно. Путин у меня спрашивает, ты знаешь, сколько это в этом году будет? Я говорю, нет, я не считал, потому что это твое предложение. Он мне сейчас открывает полмиллиарда долларов. Я говорю, ну цифра неплохая. Плюс мы в свое время поставляли им, вопреки цена выгодна, невыгодна, миллион примерно тонн бензина, обязаны были поставлять на российский рынок, там 95-го или какого, и мы при этом теряли 150 миллионов долларов ежегодно. Сейчас мы договорились, что мы эту тему закрываем. Мы этот бензин поставлять не будем. 500, еще 150 миллионов, 650 миллионов, это как раз потери наши от того, что они нам недопоставляли в конце прошлого года и в этом году. Нефть сократили по ставку, мы потери понесли определенные. И плюс вот эта разница в цене. То есть они уменьшили нам цену на газ за счет их нефти. Нам какая разница. Я согласился на это. И плюс цена, вот это уже задача правительства, мы оговорили этот вопрос, чтобы эта цена формировалась не в долларах, а в российских рублях. Тогда мы меньше будем подвержены или вообще не подвержены вот там колебаниям, да, курсовым риском разным и так далее. Это основные вот вещи. Но это, я еще раз подчеркиваю, не основная наша была тема. Мы изначально с президентом собирались обсудить безопасность и оборону наших рубежей. Сейчас очень серьезная обстановка на, грубо говоря, западном театре военных действий, как это раньше называли. И много вопросов, которые нашей обороноспособности, нашего государства, мы на совбезе Беларуси это недавно рассматривали. Поэтому мы обсуждали, и тут как раз, знаете, вот этот теракт случился. И это такой фон, когда я ему прямо говорю, ну вот видишь, что происходит. На этом фоне мы что-то должны делать. И это действительно, ну, способствовало тому, что мы очень серьезно подошли к обсуждению этого вопроса. Мы его не закончили. В Бишкеке мы продолжим этот разговор. И на Высшем Госсовете мы также, кроме вопросов сельского хозяйства, поставок продукции в Россию, промышленной кооперации, вопросы безопасности, обороны, особенно в свете вот этих предстоящих учений Запад-2017, мы будем с ним обсуждать. Из всего этого обсуждения я хочу их подвинуть к тому, чтобы они все-таки оказывали нам поддержку по перевооружению белорусской армии. И при том перевооружению или за их счет, или за малую цену. Но мы не сможем за нынешнее вооружение из наших средств платить. У нас нет ни нефти, ни газа. А такие государства в основном перевооружение – это их источники. Мы договорились с этим безопасностью Беларуси, что нам надо, какие виды вооружений. И я ему об этом сказал. Правда, он сразу подскочил, говорит, «Ты знаешь, сколько это стоит?» Я говорю, «Знаю про самолеты Су-30». Я говорю, ну миллионов 20-25. «Да». Я говорю, так надо считать, где их взять. Ну ладно, половину я заплачу. Потому что они нам нужны сейчас, даже сейчас. Потому что старые модели Су и Миги выходят из эксплуатации, и нам надо более современные. Поэтому нам действительно вот эти вопросы очень важны, которые касаются безопасности и обороны. Ну и потом по поставкам, я ему говорю, ну что это за отношения к белорусам? Тут братья, родные и прочее. Он так и говорил, я говорю, что это за отношения? Мы везем вам товары, вы останавливаете их, или без взяток невозможно ни в Питер, ни в Москву проехать. Ну вот видите, возымело действие, они быстренько. Я у него спрашиваю, ну ладно, вы обнаружили в каком-то предприятии какую-то сальмонеллу или какую-то заразу. Зачем вы всю Минскую область закрыли? Он говорит, не может быть. Я говорю, как не может быть? Может быть. Обещаю, разберусь. Записал, ну приехали, вот министр докладывает. Начали тут разбираться. Я думаю, мы решим этот вопрос. Невозможно проехать на территорию России. Заезжаешь, гаишникам 10 тысяч, сельхознадзор 40 тысяч, дальше какие-то там транспортные инспекции 40 тысяч, в Питер приезжаешь еще 40 тысяч. Мы эти все схемы вычленили. Давай, говорит, вместе разберемся со всем жульем. Я говорю, тоже вариант. Будем сейчас разбираться вместе. Мы не можем платить взятки, потому что это у нас государственное предприятие. За такие взятки можно самому в тюрьму угодить. Он это признал. Он говорит, это действительно так. Здесь же мы договорились по спецслужбам, которые будут заниматься наведением порядка на границе. Я терпеть не могу разного рода мероприятий. Ну, как раньше в советские времена говорили, для галочки. Нам надо заниматься делом. Нам не нужно формально подходить к решению тех или иных вопросов. Мы должны выкристаллизовать те проблемы, на которые вы должны обратить мое внимание для принятия решений. Я думаю, мы все в этом заинтересованы. И вы прежде всего.